Дорогие друзья, я желаю прочитать три стиха, два стиха места Священного Писания. Это Псалом 117, 14 и 15 стих. Псалом 117, 14 и 15. Господь, сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников, Десница Господня творит силу. Прекрасные слова, записанные в Псалме. Но знаете, когда я прочитал эти слова, потом Псалом весь, Богословы приходят к тому мнению, что это Псалом пророческий. Его еще не пели. Его будут петь. Его будут петь народ израильский. Когда он увидит Господа Иисуса Христа, которого они не приняли, Которого отвергли и казнили. Я не увидел, что это был Мессия. Тогда они восхвалят Господа. Этот Псалом, он расписан к пению хора. Я когда прочитал, здесь первый стих. «Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его». Дальше идет, «Да скажет дом Израилев сольная». И хор говорит, «Ибо вовек милость Его». Далее сольная, «Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его». «Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его». Это торжественный гимн, которым начнется Тысячелетнее Царство, когда они увидят Господа Иисуса Христа, Которому принадлежит вся слава. 18-21 стихи. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». «Вот врата Господа, праведные, войдите в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался мне спасением». Это время, когда народ израильский будет тяжко угнетаем антихристом, который будет преследуем, уничтожаем. Но Господь силою Своею, Он ввергнет антихриста лыжепророка живыми в озеро, горящее огнем и серою. Это будет избавление. Далее звучат прекрасные слова. 22-й стих. Это пророческие слова. «Камень, который отвергли строители, садился главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный. О Господи, спаси же! О Господи, спаспеши ствы же!» Это торжественное ликование, прославляющее Господа нашего. Этот гимн мы будем петь, Тимофей. Кто-то будет солистом, кто-то будет в хоре, кто-то будет на музыкальных инструментах. Я понимаю, что Израиль будет ликовать. Но Христос будет не один. Он будет с церковью. Он не один будет. Он будет обвенчан там в вечности, там на небесах. А на землю сойдет не один с церковью прекрасную. Это будет прекрасное собрание. Вы замечали, когда я вижу, когда хор поет какой-то гимн. И братья и сестры, когда кто-то пел раньше в хоре, они тоже поют. Они тихим голосом тоже славят Господа. Я думаю, неважно, если мы не будем в том хоре, а будем рядом, будем присутствующими, будем в этой славе и тоже будем славить Господа. Воспоем Ему. Благословен Господь, благословен грядущий во имя Господня. 26 стих. Благослови, благословляем вас из Дома Господнего. Бог Господь и осиял нас. Вяжите верами жертвы, ведите крогом жертвенника. Это будет восстановлено частично жертвоприношением жертвоприношение, оно будет указывать вновь на Голгофу, там, где наше спасение. Мы сегодня смотрим в прошлое. Пророки говорили на будущее, а вот тогда весь Израиль, он вспомнит Голгофу, вспомнит Иисуса Христа, Господа, распитого, казненного, умершего, погребенного, но воскресшего и вновь грядущего на эту землю, чтобы принести Царство Вечное, которым будет конца. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Но этому событию, этому песнопению, этому псалму торжественному будет предшествовать время страшное. Слово Божие его называет День Господень, Великая Скорбь, когда за короткий промежуток времени от стихийных бедствий, от бед, которые грядут на эту вселенную, погибнут тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей. Такого времени никогда не было и не будет. Но этому страшному времени будет предшествовать прекрасное событие, прекрасное мгновение, которого ожидает Церковь, которого ожидали апостолы, и, не дождавшись, ушли в вечность. Но не в могилу преисподней, а в райский обитель, который Христос открыл, которого ожидали наши отцы и матери, а их уже нету с нами, они в вечности, они ожидают, которого, если мы дождемся, изменимся, а если умрем, то воскреснем. Апостол Павел говорит в первом послании Коринфяна, 15 глава, 51-52 стих, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг в обновение ока, при последней трубе, ибо возгласит, вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это называется восхищение церкви. Это исполнение обещания Христа, когда Он сказал, «Я пойду, приготовлю место и приду и возьму, чтобы вы были с нами, со мною». Поэтому это страшное время. Церковь не страшит. Этот гимн мы будем петь, этот гимн мы будем слышать, мы будем славить нашего Господа. Все, все спасенные. Дианочка, ты боишься этого времени, когда придет тысячелетняя, это великая скорбь? Не боишься? Почему? А потому что в день искупления, в день покаяния ее, Господь ее имя вписал в книгу жизни. И не страшно, если придет это время, Господь нас восхитит. А если умрем, все равно не страшно, Он нас воскресит. Братья и сестры, мы будем ликовать вечно с Господом. все будем ликовать. А ты будешь со Христом слышать и петь этот псалм? Там будут все, все спасенные, чье имя спаситель крови своей в день покаяния твоего вписал в книгу жизни. Все будут. Твое имя вписано? Господь его записывает, Иисус Христос, по праву своему. когда к нему приходит молитв покаяние как к Христу Голгофскому и говорят, Господи, сознаю, я грешный, сознаю, ты, Сын Божий, за меня стал жертвой умилостивления за грех мой. Прости меня. Я хочу служить Тебе, я хочу следовать за Тобою, я хочу в вечности быть с Тобой. И Господь могуществом Своим, Духом Своим, Святым возрождает Дух внутри. Имя Твое вписывает, и ты дитё его. И тогда ничто не страшно на земле. И тогда мы будем этот псалм петь там. И мы будем слышать его, будем восхищаться, восторгаться им. И будем царствовать с Господом во веки и веков. И радости этой не будет. И знаете, когда я читал этот псалом пятнадцатый, сто семнадцатый пятнадцатый стих. Голос радости и спасения в жилище праведника. Десница Господня творит силу. Дорогие братья и сёстры, но голос радости и спасения, он же и сегодня в Церкви Христовой. Это псалм будущего. Но Господь и сегодня творит силу Своею и даёт голос радости и спасения всякому, который пришёл ко Кресту Голгофскому. И сегодня в нашей Церкви пусть голос радости и спасения будет звучать из твоей и моей души, которые спасены. Из твоей души, дорогой друг, юноша, это и делевица, в возрасте ты зрелый мужчина или женщина или старец это или старец. Пусть сегодня будет время, когда, если Дух Святой побуждает твое сердце, это время посещения твоего. Слово Божие нам говорит, я стою у двери и стучу. Если ты голос Господа слышишь, открой его в свое сердце, и он войдёт в тебя, он обитель сотворит, он даст радость спасения и веселья. И этому не будет конца. Слава ему за это. Аминь. Помолимся, прославим. Слава